В принципе, камбэк-камбэком у нас 2-1 в пользу Влада в первых трёх партиях, и 2-1 не в его пользу во вторых. Ну, будем откровенны, на самом деле, как по мне, такой партии Влад Беларик проигрался. Ну, есть скорее не мастерство Станислава, сыграла первую роль Анина. А, какие-то расчёты Владислава, там, звуки, или цикл. Так, давай, у нас с тобой седьмая партия. Да, у нас снова... Нет, в этот раз у нас по мне в 35, Влад решил. В теннисе есть такая поговорка, что седьмой гейм, он самый важный, потому что это середина матча, и кто его выиграет, середина с этой, и кто его выиграет, у того определенное психологическое преимущество появляется. Поэтому давай посмотрим. Счёт 3-3 равный, и в определенном плане эта партия, мне кажется, имеет очень большое значение. Да, ещё... Очень важный характер. Задает Стас конкретную задачку, то есть висит на С5, что делать? Вроде бы ходов много, но надо выбрать какой-то один. И ещё важно от Кунжи-5 не зевнуть и не остаться без фигуры. Да, такой, например, если Д6, то Кунжи-5, видимо. Не без фигуры, но в общем чёрный понесут материальные потери, так и иначе. Кунжи-8 надёжный. Ну и смотри, снова прошёл сняв ходов, а Влада уши минуты как-то... Так, а надёжно ли это? Бывало. Так, а Кунжи-5? Кунжи-5. Кунжи-4, Сунжи-5. Ну вроде бы пока всё нормально, но как-то... Растается. Играет с огнём, тем не менее, Влад. Может быть просто как-то развить Чигуру и Станиславу, и пытаться каким-то образом моментально играть партию. Ну, блин, это ж надо как-то сделать. Не так легко. С4, слон Е3, и что ты имеешь в виду? А вообще, скажи, пожалуйста, Инкита, не было ли хода вместо Ферса-5 БЦ? Ну, БЦ бы пришло. А, или там он как раз наоборот может считать. Там протоцент Д5, но там начинается С4, и мне кажется, что это... Да, да, тактически... Да, Станислав... Тут, наверное, объективно уже проблем у Чёрных нет. Ситуация стабилизировалась. Кунжи разобрётся на Д7, скорее всего. Ну и может быть, о ком-то перевесе мы говорим о стороне Чёрных, как вы считаете? Или же позиция равна? Нет, я не удивлюсь, если через пару ходов Чёрными станет приятнее играть, но серьёзная пресса быть не может. Он же из четырёх, видимо, хороших, вот. Белых заставляют прояснить вот ситуацию на королевском лаге. Е3 играть не хочется. Потому что вставляют серьёзно белые подавки. Ну и лаги Ф1 тоже домой уходить. Хорошо. Е3. Здесь, во-первых, слон на Ф4 в плохом расположении. Е5 надо смотреть. Ещё есть идея Ферзь-5 с идеей слон Ф3. Подождите, а после Е5, с мужем Е5, Ф6, мы ничего не... Или там Ф3 будет? Ну, Ф6 играть нельзя, спешка связана. Можно играть А6, но там слон Е7. Видимо, Е5 не работает. Я думал, что Ферзь-5, наверное, надо играть. Ну, Влад почёл просто развиться. А вот всё-таки почему не Ферзь-5? В любом случае, момент за игром. Чёрные, в принципе, добились выгодного для себя изменения структуры на королевском фланге. Слон на Ф4 теперь во многих... Во многих ситуациях будет чувствовать себя некомфортно. Ну, Ф4 просто единственное. Ну, крайней мере, да. По-человечески ход напрашивается. Так, а нет ли каких-то ходов, может быть, А6, Конь-Д5? Или там, слон идёт, скорее всего, на Ф2, но уже... Видимо, пытается в Батаре в другой последовательности поставить, скажем так, на эту Ферзь-6 идея. Если честно, ну, очень за позицию Белых, очень неприятно играть Белыми в этой позиции, потому что в каких-то определенных планах мы видим, Конь-1, видимо, надо уходить. Теперь Влад хочет Ферзь-4, интересно, что-таки я бы на С8 убрал бы машинальный Ферзя. Да, но, видимо, сильные шахматисты не боятся этих рентгенов никогда. Ну да, на плане... Так, но Конь-1 надо их, надо сыгрывать. Чуть хуже у Белых. Не знаю, сколько чего. Ну да, но, опять же, позиция вполне играбельная, то есть ничего плохого пока что Белые не сделали, не в каких-то серьёзных стратегических слабостях, если бы мы говорили о каком-то большом перевесе стороне Влада. Я думаю, что Владу надо менять тут планы, начинать атаку пешечного меньшинства, Б5, А5, привязываться к пешке Ц3. Но у Влада другие идеи, он всё-таки хочет решить исход борьбы на королевском фланге. Но, опять же, наконец-то мы увидели какую-то шахмату, в которой наконец-то у нас есть какая-то трактическая подавлёха, то есть это не стратегическая игра, может быть, в разменных системах, там, Грунфильда, Славянская вещь, а именно... По мне, так это одна из самых боевых партий. Да, и вообще, мне очень понравилось, как она развивается. Я думаю, во многом от того, как она решится, будет зависеть судьба всего матча, поэтому с большим интересом смотрим. Как будут развиваться события седьмой партией. Я должен сказать, что тяжело комментировать такие партии, всё-таки надо что-то предлагать за соперников, а позиция очень сложная. А, очень сложно что-то предложить, потому что, наверное, именно уровень понимания, уровень практически силы, как раз именно в этой позиции, наверное, в таких позициях и проявляется мышка. Тебе нравится ход Д5? Ну, мне кажется, слишком вычеркно. То есть я, наверное, сыграл бы Конь Е5, заставил Белой бы поменять этого слона. Но, если честно, мне пока всё равно всё нравится. Погрозить Е5, не захватывать центр, а Конь Е2 и на Ф2 выглядят просто отвратительно. Да, да. Сейчас ещё может быть... Е4 может быть как-то пойти, или не Е4, или Ф4. Да, Ф4 сыграно. Да, такую позицию сейчас будет очень тяжело Станиславу играть. Я не убеждён, что у Белых плохо, да, но играть... Смотри, 18 секунд ува, 38 стаса. Очень интересная партия. И здесь один ход, одна ошибка может решить себе партия. Понятый матом нет? Понятый матом нет? Понятый матом нет, давать на Ж5, забирать на Д5 и надеяться, что там не получится мата. Это оригинальное решение. Теперь просто личная печь, конечно, чёрненько. Ну, и нам защитить спешку на Д5 таким-то образом, лагить быстрее. Ай! Да, почему нет? Почему нет? Единственное, что 9 секунд. Да, Ладеев 8 правильный ход, но 9 секунд. И не забывайте, что это не ICC. То есть Влад не привык к этой площадке, причём совершенно. Ну, Серктив 3 надо, наверное. О, Реши 8. Да, ну, в принципе, это конец, да? Здорово. Браво. Браво Владислав, похожее... Ну, я не думаю, что Стас сдаться, я думаю, что Стас повёл ладья Е1 и попытается что-то сказать. А может, нам просто, может быть, ладьё фигура дать по всей как-то Ферси 3, ладья Ш2, король Ш1 и... Да, так и сделано. И спекулировать на слабости H8, диагонали H8 на 1. В тем же 7 надёжно, хотя я бы, наверное, на Ферси 7 пошёл бы и пригрозил бы матом. Ну, смотри, 4 против 87. Внимание! В принципе, я думаю, что да. Так. Бэк 4, так. Ладья Е8. Слушай, мы не успеваем комментировать, что будет. Так. Ферс на H3 должен прийти. Ферс на H3 должен прийти. Вот нападает, ладно, эту идею... Ф4, больше 4. Да, ну идея, это конец. Это конец, здесь явно будет Макс ещё. Такую полицию удержать невозможно. Всё. Ну, простяще. Если честно, первая партия, в которой реально был виден по уровню этих шахматистов... Первый... так как они играли первые 6, и я мог бы играть, если честно. А вот эта партия уже, конечно, немножко другое дело. Да, и в башне, в психологическом плане, в башне, в психологическом плане победу огершивает ладик. Вот. Почему? л о